В Казахстане уже долгое время ходят слухи о возможной отставке президента Такаева и проведении досрочных выборов. Недавно анонимный источник подлил масло в огонь, указал на возможного преемника Такаева, спикера Нурлана Нигматулина. Но тут остаётся вопрос, нужен ли народу новый руководитель. В самом источнике указывается, что информацией поделился информатор из окружения самого спикера. В тексте говорится, что спикер уже начал готовиться к противостоянию с президентом и собирает команду из олигархов и недовольных парламентариев, которые не поддерживают политику нынешнего президента. Более того, ходят слухи, что Нигматуллин уже успел заручиться поддержкой премьер-министра Казахстана. По утверждениям источника, спикер с президентом не очень ладят, как и многие политики эпохи Назарбаева. Причиной называют недостаточное внимание со стороны президента различным политическим тяжеловесом. Но эксперты со скепсисом отнеслись к данной утечке, ведь это может быть дезинформацией от других политических деятелей, которые не против занять место Такаева. Причин для ухода Такаева подчеркнули эксперты – нет. Хоть он не сможет стать вторым Назарбаевым, но с каждым годом Такаев обретает все больше любви и поддержки от народа, что в свою очередь повышает его влиятельность. Также эксперты подметили, что в Казахстане наступило интересное время, элиты меняются, старые кланы замещаются новыми. И чтобы удержаться на плаву, президенту нужно договариваться. Как бы то ни было, но просто так слухи не появляются. Публичная активизация спикера Палаты представителей слишком очевидна и реальна. Он ругает министров и акимов чуть ли не чаще и жёстче, чем президент. В отличие от Такаева, у него есть достаточно лояльная команда, административные и финансовые ресурсы. А также очень интересная биография. В отличие от Такаева, не склонного к резким шагам, спикер известен своей решимостью и умением рубить с плеча. Кроме того, выпускник Карагандинского политехнического института прошёл комсомольскую закалку и даже получил специализацию политолога. И прежде всего, он имеет опыт работы в реальном секторе в качестве акима Карагандинской области. Ну а то, что он фигурировал в ряде скандалов, только добавило ему весу. И его нынешняя должность, пожалуй, одна из самых престижных и влиятельных в стране. За всё время ему удалось установить необходимые контакты за рубежом. К слову, Нигматуллин никак не реагирует на слухи о его политических амбициях. Хотя несколько лет назад, когда президентом был Назарбаев, политик резко опровергал подобные заявления. Но что будет дальше, покажет только время.